Кикбоксинг В списке участников соревнований немало фамилий известных ульяновских спортсменов, кто ковал славу регионального кикбоксинга 10-20 лет назад. Правда, это уже не сами звезды ульяновского спорта, а их дети. Например, среди победителей первенства области дочь известного ульяновского кикбоксера Владислава Колпикова, 14-летняя Амина Колпикова. Также в числе золотых медалистов Марьям Садриева, дочь заслуженного мастера спорта России Лилии Шараповой и заслуженного тренера страны Ильдуса Садриева. Когда она уже боксирует, хоть и моя дочь, но я уже вижу своего ученика и смотрю, что ей нужно для победы. И уже подсказываю в перерыве. Впрочем, и ветераны тоже не игнорируют соревнования уровня чемпионата области. Например, карьера Натальи Никульшиной длится уже много лет. Однако она все еще выходит в ринг и достойно бьется с молодым поколением. Правда, в этот раз не повезло. В финале весовой категории до 56 килограммов она уступила Марии Скворцовой, которая лишь недавно из юниорской возрастной категории перешла в категорию взрослых и пока, несмотря на победу, испытывает в ринге некий психологический дискомфорт. Психологически, конечно, тоже как бы это уже не твои ровесницы, а может быть как ровесницы, так и старше на 10 лет и на 15. Как бы вот эта вот психологическая роль для меня лично очень важно играет. В целом, турнир среди взрослых в рамках чемпионата области получился очень сильным. Ведь в ринг вышли и участники чемпионата России прошлого года в Ульяновске. Игорь Копло в финале весовой категории до 86 килограммов победил Никиту из Малкина. Для этого ему хватило всего одного раунда. Также победителем соревнований стал еще один участник чемпионата страны Артур Хасьянов. В финале весовой категории до 67 килограммов ему противостоял Владислав Хасанов, военнослужащий десантной бригады. 11 золотых наград завоевали в рамках соревнований кикбоксера клуба «Боевые перчатки». Среди них Александр Багров. В финале весовой категории до 63 килограммов он победил Никиту Пантюшова. Что нужно сделать все, что можешь, чтобы потом после боя самому не жалеть. Ну, то, что у тебя был шланг, но ты его не использовал. Вот. Ну, слушал подсказки тренера, старался выполнять. При этом 11 побед «Боевых перчаток» потянули только на второе место в неофициальном командном зачете. Первое место досталось спортсменам клуба «Эдалос». У них 15 золотых наград. Призовую тройку замкнула команда клуба «Товарищ». 9 золотых наград. Все финалисты получили путевки на чемпионаты первенства переводства федерального округа, которые пройдут в феврале в Тольятти. Михаил Русашанский. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.